Доброго здравия всем добрым людям Я занимался, ну и сейчас занимаюсь Я работаю по дереву, резьбой там Всякими поделками И меня попросили сделать приспособление Одна женщина, мастерица для ручного ткачества Называется бердо И вот я это бердо сделал давно Это было еще лет, наверное, 10 назад Ну и я работал я тогда в геологии И решил его попробовать просто Как им работать Нашел в интернете там эти ролики И вот выткал себе, прям сидел Неделю я не мог оторваться, значит, от ручного ткачества Это очень интересное дело Поэтому советую всем Ну как советую, советую давать дело неблагодарное А просто говорю, что это замечательно Вообще очень интересное дело И для женщин, конечно Да и для мужчин интересно будет По крайней мере сделать мужчине для своей женщины бердо А она, чтобы что-то выскала Это такое, в общем Очень такая хорошая связь Вообще такая Люди, кто интересуется славянскими Всякими вот делами Вопросами, историей Ну думаю, что это надо делать Такие вещи Какие-то ремесла народные узнавать Вот, ну В общем-то я могу сказать Что встречи такие Вот подобные сегодняшние Ну я провожу довольно часто Меня приглашают К деткам куда-то В детские сады, в школы В детские центры музыкальные Там домотворчество и прочее И вообще в образовательные школы Там и даже в институты В техникумы Именно вот показ народных инструментов Вот Но при этом я всегда делаю оговорку Это очень важно, я считаю Я не эксперт по этнографии По фольклору Не могу им называться Это очень такая высокая, на мой взгляд Высокое звание Которому нужно посвятить всю свою жизнь То есть, ну Получить образование Там какое-то историческое И заниматься этим Плотно ездить в эти самые В экспедиции В различные Собирать фольклор То есть вот именно вот Чем занимаются настоящие Этнографы и фольклористы Это первое Второе, я не музыкант абсолютно У меня нету там ни одной минуты Никакого музыкального образования Там ни школы, ничего Совершенно Вот И я не занимался этим всю жизнь Я занимаюсь этим последние Может быть лет 8 Вот До этого я всю жизнь проработал в геофизике В полевой То есть по полевым партиям По экспедициям В принципе, объездил всю маршку в Россию Вот И за границей бывал А потом вот так вот подошло Переоценка ценностей В общем, каких-то жизненных Устал от работы В общем, и как-то боги меня повернули На этот путь Слава богам, пресветлую предкам И вот оно и пошло, собственно Сейчас я на пенсии И вот занимаюсь всеми вот такими делами Вот Поэтому мои То, что я вам тут расскажу Это Ну, можете практически считать Как мое личное мнение То есть Если вы будете ссылаться Где-то в споре с этнографом Что там Дмитрий Татаринцев Вам об этом рассказал Ну, в общем, это Наверное, будет не очень корректно Но я вам дам информацию Которую я считаю правильной Вот И поэтому, в общем Ей, в принципе, можно доверять Ну, если хотите проверить что-то То лучше, конечно, проверить Вот Потому что я все Я повторяю Я не специалист Я любитель Любитель-самоучка Который просто Вот Полюбил фольклор Полюбил русскую культуру Ну, собственно Я всегда ее любил Вот Почему русскую? Потому что я считаю себя русским человеком Почему я считаю себя русским человеком? Потому что у меня Семь поколений По отцовской линии Совершенно точно русских людей Которых я знаю Как зовут Как их звали Могилу своих прадедов Знаю, где находятся В Тамбовской области Вот Именно прадедов Они еще сохранились За ними ухаживают Наши предки по отцу Из Тамбовской области Поэтому я считаю себя русским человеком И когда Заставляют там ковыряться Там Скрести по себе Там искать татарина Еврея Там Кого-то еще То Мне это не надо Я этого не делаю Хотя Если у меня предки Кто-то обнаружится Другого народу Ну, я буду очень рад Тоже И буду так же уважать Это абсолютно Вот Ну, пока Вот у меня фактов Других фактов нет Есть какие-то факты По матери Вроде По маме Светлая память Вроде бы Кто-то был Австриец Нашел у меня Дядька мой Тоже Светлая память Метрики Своего деда Ну, и там написано Она метрика 22-го что ли Года Там написано Значит Гальчик Степан Иванович Национальный австрийц А? 922-го Да 922-го Ну, я думаю Что тогда была Австро-Венгрия Где-то И, видимо Там Как-то Думаю Любой человек Который к ней Приезжал Был австрийцем Мог он быть Вполне Венграм И просто Каким-нибудь Украинцем Или там Кем угодно Вот Ну, это В общем Такое Ну, вот И это Такая Предыстория Небольшая Как, почему Что Значит Мои взгляды И, собственно говоря Занялся я Народными инструментами И, конечно же Первое Что было Ну, я немножко Научился играть на гитаре В подъезде Лет в 13-14 Там, где-то мы там Под сигаретку Там, какие-то там Ну, было дело Тоже Учили какие-то песни Там на трех аккордах В общем Ну, и так Это по жизни Так Ну, не очень активно Этим занимался Ну, как-то к музыке В общем, я любил Всегда музыку петь Ну, вот Потом как-то Все это пришло Очень резко Пришли мои Значит, первыми В мою жизнь Гусли И как-то это Предопределило Вот Ну, дальнейший Род занятий Потому что Вот Ну, то, чем я занимаюсь Сейчас, находясь на пенсии Ну, на пенсию Понятное дело Не проживешь Она у меня Хоть и северная Но Не такая уж Большая, как я ожидал Там Порядка 20 тысяч Там чуть больше Вот Поэтому я сейчас Вот играю Играю на гуслях Играю на других Каких-то инструментах И Делаю гусли Делаю бубны Делаю бердо Режу по дереву Там Каким-то Добрым людям Кто что заказывает Вот такие какие-то вещи Там Ложки какие-нибудь Еще что-нибудь Несколько лет назад На НГС Была статья Про меня Я тогда узнал Что такое НГС И больше интервью Не давал никому Она называлась Гусли вместо нефти Меня там обозвали Дауншифтером Который А я работал В нефтяной Разведке Да То есть Я ездил там На Лексусе 300 Был главным инженером Географичной партии В которой там 250-300 человек То есть Ну, такое Серьезное предприятие Взрывные работы То есть Все было Очень серьезное производство Я 25 лет Отдал жизни своей Вот И вот Назвали меня Дауншифтер Сказали Был там Работал в нефтянке А тут какой-то Сидит там И режет ложки Короче Ну, в общем Такой дядя Немножко С прибабахом Вот Ну, ладно Дело хозяйское В общем Мне не жалко Наверное Может быть Это Так что Вот такие дела И вот Появились в моей жизни Гусли Это был первый Инструмент Народный Я, наверное Первым он сейчас У нас не пойдет Но просто Я чуть расскажу Гусли Обычному человеку Появляются Всегда Вот в 90% Случаев Сразу Человек Никогда в жизни Не видел гусли Потом раз Их увидел Он сразу захотел Вот я Вот Это Обычная история У людей Вот Люди Которые мне Заказывают Они Все Как правило Тоже Процентов Даже Наверное 99 Они увидели Меня И захотели Гусли Меня это Радует Они мне Заказывают Причем Многие Готовы Даже До полгода Ждать У меня Сейчас Заказов До августа Месяца И они Говорят Не, не Мы будем Ждать Ну Закажите У других Мастеров Мне Жалко Мне По России Раньше Не Было А сейчас Везде Не, не Мы У вас Будем Ждать Ну И Хорошо И так же Я приехал На живую Воду Помню Фестиваль В Кулуань Тринадцатом Году Увидел Гусляра И сразу Захотел Гусли Вот И потом Как-то Боги Повели Уже По этому Пути Через Неделю Заехал В гости К своим Хорошим Знакомым У которых Я тоже Перед Этим Был Недавно И у них Не было Гусли А тут Я захожу И у них В углу Стоят Гусли Я говорю Ну Ёлки Павл Откуда Они У вас Вот Я их Ищу Где Их Взять А я Не Представлял Где Их Взять Захожу Вот Они Стоят А все Они Мне Дали Телефон И вот Сделал Мне Мастер Вот Эти Гусель В Республике Алтаев Черыш Красный Партизан Очень Интересный Человек Максим Глазких Сделал Мне Тягу А потом Пошло Поехало Вот И ночное Тогда Пошло Поехало Сначала Вот Самый Простой Инструмент Который Наверное Есть Да И Самый Полезный Что это Такое Кто Знает Я Обычно С детками Так Разговорю Детки Кто Это Кто Знает Что Это Такое Это Вот Умница Вот Единственный Мальчик Остальные Никто Ничего Не знают Двоечники Вот А что Делают Ложками А Вот Это Молодец Детки Обычно Говорят Играют Ну Правильно Играют Вот И Играют Умеете На Ложках Кто Играть Это Очень Интересный Инструмент Как Ты Умеешь Вот Так Или Еще Хуже Вот Так Наверное Да Ну Ты По Моему Был Саней Федоровой Да Тогда Значит Ты Умеешь Наверное Сложнее Играть Ну Вот То есть Простой Способ Зажимаешь Две Ложки Вот И Вот Так Вот Стучишь Я Не Виртуоз Виртуозы Которые Играют На Ложках Они Могут Обвешиваться Ложками Там По 20 Ложек На Себя И Так Играют Классно Что Это Просто Загляденье Я Просто Покажу Несколько Простых Приемов Так Просто Для Общего Развития Четырьмя Ложками Мне Очень Нравится Я Всегда Люблю Играть Четырьмя Ложками Вот Это Такое Довольно Простое Мероприятие Но В общем Очень Красивое Такое Я Всегда Говорю Что Это У нас Украли Испанцы Почему Вы Сейчас Поймете Вот Вот Таким Вот Образом Складываешь Ложки И Вот Я Говорю Что Испанцы Взяли Увидели Наши Ложки Отпили Пастанеты Вот А на самом деле Все пошло В мире От русских Да Мы же Все Знаем Что Все Пошло От русских Вот Такие Дела Ну Или Вот Такой Еще Простой Способ Вот Как я Деткам Скажу Иногда Наемся Щей Или Каши Так Особо Там Делать Ничего Неохота Но Что Ничего Отщебучить Можно Сыграть Думаю На ложках Ну Например Вот Барыня 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 Сударыня Вот Такой Немудреный Способ Способов Очень много Поэтому В интернете Они есть Но То есть Просто Знаете Что ложки Это очень Интересно Я Вот Вот Этой Своей Ну Тем Что я Рассказываю Я Как бы Людей Я не знаю Есть Кто-нибудь Среди вас Профессиональные Музыканты Или Музыканты Ну Люди Занимающиеся Фарклором Народной Музыкой Но Я Уже Я тебя Кто-то Видел Кстати Да Ну Где-то Встречай На каком-то Концерте Где-то Возможно Может быть От центра Фольклора Я бываю Там иногда Хоть не часто Вот Я просто Пытаюсь Людей Которые Очень часто Получается После моих Встреч Ну Не только После моих Что Люди Просто Открывают Для себя Некие вещи Которые Они Вообще Не ожидали Что Они Оказывается Умеют На чем-то Играть Вот Сегодня Мы например Попробуем Вот На таких Дудках Поиграть Поучиться Просто Напротив Вот Ну Это Шумовые Инструменты Я с тобой Больше Ничего Не захватил Есть Различные Я еще Бубны Делаю Но Бубнов У меня К сожалению Нет Сейчас Готовых Я бы Полупил Бо Ну Конечно Не по Народному Народные Бубены Это Тоже Достаточно Сложное Такое Дело Вот У меня Бубны С Искусственной Мембранами Ну Ритм Они держат Очень хорошо И раскатистают Вот Поэтому Вот Шумовые Инструменты Эти ложки Это ложки А мы Перейдем Сейчас К духовым Вот Духовые Инструменты Это Понятное Дело Дудочки Да Вот Наверное Самый Простой Духовой Инструмент Вот Такая Дудочка В которой Нет дырочек Вот Одна Здесь А другая Здесь Все Сюда Дуем Отсюда Выходит Воздух Ну И третья Еще Отсюда Маленько Выходит Вот Все А дырочек В общем Собственно Нету Никаких Эта дудка Называется Калюка Вот Калюка Почему Потому что Растение Колючник Такое Есть Ну Оно Дудник Оно Борщевик Борщевик Продоядовитый Но Если просушить Нормально Обработать Он Ничего Можно Тоже Вот Ну С них Они Правда Недолговечны Эта дудка Сделана Из Дудник Там Выбрали Стебелек Проковыряли Вот Здесь Дырочку Одну И все И начинали Играть Эта Калюка Вот Она С пыжом Здесь Вот Такая Заглушечка С Небольшим Отверстием Поэтому Это Называется Калюка Пыжатка А Пастухи Играли Как Правильно Ну Делали Кто-то Пыжик Из дерева На ней Легче Просто С пыжом Аграть А кто-то Играл Без Вот Хочу С него Что-то Сделать Вот Такая Дудочка Калюка Вообще Дудки Понятное Дело Это Пастухи Изобретения Для чего Для того Чтобы Коровы Не Разбегались Вот И еще Интересный Факт Что Наукой Установлено Что Тот Ну Это Не только Наука Это В народе Так Было Вот Пастух Который Играл В частности Речь Идет О Владимирском Рожке Об Уникальном Инструменте Русском Владимирский Рожок У которого Нет аналогов Других Вообще В мире Ну Как Говорят Это Не значит Что Он Единственный У каждого Народа Наверное Есть Такой Музыкальный Инструмент У которого Нет Аналогов У других Народов Вот У нас Это Считается Владимирский Рожок Вот Они Бывают Трех Видов Там Визгу Подбасок И Большой Басовый Рожок Так Вот Пастух Который Играл На Владимирском Рожке Он Получал Денег В два Раза Больше Чем Тот Который Ни На Чем Не И Подбасок Если Шел Работать Пастуху К такому С Владимирским Рожком Он Сезон С ним Работал Только За то Что Тот Его Учил Играть На Рожке То Денег Не Брал Только Работал За Кормежку И за На На Игры На Владимирском Рожке Потом Он Обучался На Рожке Делал Себе Рожок Из Бересты Это Большая Труба Вот И уже Тогда Начинал Как Говорится Свой Бизнес По Выпуску Скота Но Рожок Это Сложно Это Очень Сложный Инструмент Тоже Я Не Научился К нему Дыхалки Не Хватает Там Нужен Зубик Дудь Так Что Глаза Падует А Это Вот Такая Очень Простая Дудочка Ну Сыграть На ней Что Ли Да Может Не Надо Нападение Интересное Сыграть А Я Час Не Слышу Что Вы Говорите Да Или Нет Да Да Вот Так Дети Мне В детском Саду Ну Тебе Да Я Говорю Да Что Вы Орете Я Не Глухой Ну Ладно Для Добрых Людей Ничего Не Жал Да Они Я Вот такие нехитрые, простые звуки. Это называется по грамотному обертоновая флейта. Что это означает, ей-богу, не знаю, но мне музыканты сказали. В общем, это дудка, которая играет в одном тоне. Это вот это играет в ноте до мажор. Ну, в ноте до просто. То есть, если кто-то будет играть в до, что-то такое, я тоже не знаю. Но вот если это дудка и до, то будет нормально. Калюка, запомнили? Да, вы запоминайте, это я буду проверять. Потом двойки поставлю. Ой, извиняюсь. Я что-то после похода на четвертый этаж. Отсыхать, наверное, после дня два. Ну и вот, значит, тут надарили мне, наделали люди добрые всяких других дудочек. Вот, например, вот эта дудочка называется свирель. Это мастеровая дудочка от одного хорошего человека. На ОПГЭСе есть такой мастер, Сергей Малков, мой друг. Замечательный человек, который работает учителем труда в школе и делает с детьми не табуретки на уроках, а гусли. Гусли и балалайки, вот. Даже гудки. И вот он такие дудочки тоже делает. Вот он мне такую дудочку подарил, свирель. Вот, она мне очень нравится, она липа, и у нее такой звук интересный. Сыграет, да? Ну, понятно. Понятно, понятно. Сейчас. Замечательный человек. Вот. Хороший звук. А здесь, например, вот такая вот баловство. Вот такое. Это китайская какая-то штуковина. Это я иногда, я свистеть не умею, а когда казачьи песни поют, я вот этот свист изображаю. Казачий. Вот. И вот у меня есть еще такая вот свирель тоже. Но это уже, собственно, может быть даже и не фольклорная, но не этнографическая русская свирель, а она даже больше как бы напоминает уже блок флейту, скорее всего. Вот. А блок флейта это у нас уже такое западное произведение, инструмент западный. Вообще флейта слово, да? Это слово-то иностранное, знаете, да, наверное? Потому что любое слово в русском языке, которое начинается с буквы Ф, это слово иностранное. Сто процентов. Вот. Даже где-то как в одном анекдоте фуфло и фуфайка вроде бы тоже. Вот. Поэтому любая. Ну, то есть, соответственно, флейта это просто по-нашему дудочка по-русски. Вот. И можем называть флейтой, можем дудочкой, будет одинаково правильно. Название, в принципе, хорошее оба. Вот это вот дудочка из березы. Она тоже в до. И вот тоже так вот звучит. Вот. Такая листочка. И потом мне как-то стало скучно играть. А, вот у меня еще и вот такая вот дудка есть. Эта дудка называется, ну, это из разряда рожков, потому что рог. Вот. То есть, все очень просто. Коровий рог, в принципе, рожки делали не только из коровьего рога, но и из бересты скручивали, и деревянные даже вытачивали люди. Вот. Ну, это вот из коровьего рога. Называется она «Жалейка». Вот. Это тоже очень громкий инструмент, пастуший. Вот. С таким красивым резким звуком. Тоже мне он нравится. Вот, у него карбоновая трость, поэтому очень сильное нужно дыхание, чтобы из него вот эти звуки выдувать. Ну, вот так вот он звучит. Вот так он громко и хорошо. Вот. И потом мне стало скучно играть на всяких одиноких дудочках. Я решил попробовать сыграть на двойной. У меня, например, есть двойная «Жалейка». Я заказал себе у одного мастера, у Валерия Нарышкина. Он мне ее, правда, прислал, но она оказалась слишком этнографичной. Вот. Если вот в этой «Жалейке» мастер изначально делал просто искусственную трость, здесь такая она, железненькая такая. Ну, она как карбоновая или пластиковая? Пластиковая, по-моему. Она не требует никакой дополнительной постройки. А вот этнографическая, именно такая аутентичная «Жалейка», вот именно с таким пищиком, она из тростника. И чтобы на ней сыграть, это очень нужно много попариться, в общем. Потому что тростник, он сразу не играет. Его нужно сначала, ну, немножко увлажнить, подыграть, там, язычок отогнуть туда-сюда. И вот они мне его прислали. Я сначала думал, я дуну и сразу заиграл. Он говорит, а, сейчас, говорит, какой хитрый, говорит, давай мне все объяснять. Я что-то, в общем, давай его настраивал, настраивал, но стал от этого ужас. Потому что ее настроишь, час поиграешь, там, через час она уже перестает опять играть, нужно снова настраивать. То есть, это такая разовая, такая, собственно говоря, штуковина. И, в общем, сломал я, короче говоря, один этот тростниковый пищик и отправил ему назад, он сейчас дорабатывает там что-то. Вот, а потом что-то сидел, вертел в руках, думаю, елки-палки, попробовать с двумя дудками, что ли, собирать. И вот взял две таких дудочки, вот, залепил тут воском кое-что, да, и вот сейчас попробую показать, как они две звучат. Так, что, не перепутать, какая куда, все время путаю. Элки-палки-палки-палки-палки-палки-палки-палки-палки-палки-палки-палки-палки. Да, если бы кто-то играл, пока, как они придумали, за либо какие-то игнорочки-палки-палки. Какими дуждений х casos от хора вылид치ки для чего-то штуков. Да ты моя хорошая, вот это двеза, молодец, вот эта девочка, слава богам, привет просто. Ну и вот, наверное, дудки-то кончились, я что-то сегодня так много не потащил, хорошо, это я еще не знал, что четвертый этаж, я бы вообще с пустыми руками пришел бы, пел бы вам тут кистушки под язык бы только и все. Вот, поэтому дома есть у меня еще и пима, пимаки там различные, большие калюки, там свирели какие-то цейландские, причем прислали мне, интересная история была, поехала женщина, а на Бали поехала одна знакомая, я говорю, может там вдруг какая-то дудочка, я люблю всякие дудки духовые, попадется тебе какая-нибудь дудочка. Она говорит, ну ладно, я говорю, ну так, проверь, чтобы она хоть немножко играла что-то, но она сильно не разбиралась, ну вот так, говорит, я, говорит, попрошу продавца. Ладно, пишет, все, купила тебе дудочку, ага, там красивая такая фотография, она встает, знаю, красивая такая. Ну, что-то меня, говорит, эти болицы, они как-то меня, какие-то они немытые, говорит, сильно, я их помыла, говорит, я, говорит, эту дудочку помыла водой смыла. Ну, естественно, она мне привезла там все, ноль, дудка не играет вообще. Года четыре, я уже про нее даже забыл, тут полез что-то, думаю, что-то у меня там где-то лежало вроде, достаю точно, беру ее и она заиграла. Четыре года ей понадобилось, чтобы высохнуть. Так что вот такие вот истории с этими дудочками. Вот, ну а теперь мы плавно перейдем вот к совершенно незнакомому вам инструменту. Что же это такое? Который, ну да, что это такое? Знаете? А дети говорят, знаем, знаем, это балалайка. Я говорю, это лабабуйка? Нет, это балалайка. Ну, конечно, это балалайка, да. Балалайка, Россия, балалайка, воска, перестройка, Горбачев. Все эти слова. Медведь, а? Медведь, да, Медведь, Петров и Баширов. Вот, все эти слова у нас в сердце, но балалайка, вот эта, на которой мы сейчас играем, она, оказывается, не совсем-то и русская. Вот, потому что традиция балалайки была прервана. В отличие, кстати, от гусли, почему-то гусли сохранились, наверное, в таком массовом количестве. Вот, крыловидные деревенские гусли, о которых я вам позже расскажу. А вот балалайка, она как-то была пореже, потому что в 17 веке, вот, Алексей Михайлович, там, все эти расколы никоновские, началась борьба церкви, значит, с моралью русского народа. Вот, решили они все сделать правильными. И, в общем, указы о том, что сжигать это все вазами, это было на самом деле, это документы совершенно исторически, историками неотвергаемые. Это там никакие не сказки там, в общем. Вот, и сжигали совершенно реально, уничтожили очень много инструментов, запрещали, наказывали, причем и дыба, и прочее, и прочее, и каторга, и все такое. Вот, почему? Ну, потому что, вот, все это противоречило христианским догматам. Вот, и балалайка, как таковая, практически исчезла. Вот, она была, она, она была другая, она не такая была, как сейчас. Вот это вот, вот, корпус, вот этот балалайки, вот этот, ну, дека, да, она была другой формы, обычной, там, какой-то квадратный, такой, ну, просто как ящикчик такой сделан. Не было вот этих металлических ладов, не было, конечно же, металлических колков, ну, и, соответственно, с металлическими струнами тоже была, наверное, проблема, потому что металлопрокат тогда только стал, ну, такого качества, появляться, поэтому стояли на них и жильные, как говорили, струны, но на самом деле они не жильные, а кишечные. Струны эти делались из кишков, потому что жилы тянуть, ты на разомучаешься из зверей столько, вот, а делали из кишечных, из кишочков их. Кишки эти вытягивали, усаливали, там всякие разные были способы, вот, и делали эти струны, и причем это даже делали в Советском Союзе, это Советский Союз, это уже было очень мудрое государство, несмотря на то, что говорят, что там одни дураки были, тем не менее, все шло в дело, да, и лично мне вот в центре Поветкина, например, в Великом Новгороде, там ведущий у них специалист, Антон Каменский, замечательный человек, показывал даже пакетик от струн для виолончели, на которых было написано «Одесский мясокомбинат», изготавливал, очень крутые, дорогие струны для виолончели настоящие, ну, и вот, собственно говоря, и вот и была лайка была такая, то есть это был гладкий гриф, да, то есть нота получалась там движением по мензуре, то есть типа гудка такая была, ну, колки деревянные, тут такие шпенечки вставляли, и потом, значит, когда началось у наших дворян, что-то надоело им там кофе пить, решили они пить какао, и вспомнили, что они русские люди, и пошла у них мода на а-ля рюс, вот, и стали они по-русски говорить, носить кусовые уродки, пояса, вот, и балалайки стали делать, и вот Василий Васильевич Андреев, светлую память, такой дворянин, русский музыкант замечательный, он увидел у своего, значит, там, ну, какого-то надворного крестьянина, там, кто-то у него работал, крепостного или, может быть, просто, там, дворника, да, тот играл, сидел, бренчал на балалайке, ему понравился инструмент, то есть балалайки, ну, балалайки, все равно были они, но только они не были совершенно распространены, вот, так, в отдельных только личностях, он увидел его, ему этот инструмент показался интересным, он, значит, будучи профессиональным музыкантом, его быстренько освоил, поскольку, в принципе, довольно просто играть, и вот придумал такую балалайку с мастерами Налимов, и еще вот одна фамилия вылетела из головы, мастера, значит, скрипичный мастер там еще в этом помогал, вот, сделали, они начали делать балалайки, усовершенствовали несколько видов, вот, в результате мы сейчас имеем вот такую балалайку, да, вот, это балалайка мастера Бориса Серафимовича Ефремова, вот, известный фольклорист в России, вот, его работа мастеровая, такая она, наверное, любительская, я сильно не разбираюсь, поскольку не музыкант, вот, профессиональный балалайки, а у них сюда еще гриф продлен, и здесь еще как-то можно играть, вот, как Артеповский на расшпарит там, но я так не умею, вот, в балалайках бывает два строя, вот, это балалайка мажорная тренучка, вот, но это не до, это она чуть повыше, он мне почему-то сделал, что в до мажоре она не играет, ну, не очень играет, а в этом вроде бы рякает помаленьку, вот, и мимиля, ну, мимиля это академический строй, вот, в нем играет, я так подозреваю, Алексей Архиповский, вот, проходи, Андрюшка, здорово, гармошку принес? Нет, а что ты постеснялся? Вот, хочу вам представить уникального музыканта Андрея Федорова, вот, стоит, вот, улыбается такой, просто гармонист высшего класса вообще, это на самом деле замечательный музыкант, проходите, проходите, присаживайтесь, очень приятно, что такие люди вот пришли к нам, вот, вам кто может рассказать о фольклоре, о народной музыке, лучше, чем я, так что, вот, такие дела, ну, и вот, 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 мы что имеем, то имеем, вот, у нас такая балалайка появилась, и, кстати, мне Борис Серафимович как раз вот рассказывал историю про Владимирский рожок, я просто вернусь немножко, я интересно вообще, я болтаю много и играть не играю, в общем, я так помаленьку халявлю, отсыхаю от подъема на 4 этаж, он рассказывал такую историю, мы, говорит, поехали, у них хор Владимирских рожечников, по-моему, нет, или у него свой какой-то был хор, вот, именно вот с Владимирскими рожками они поехали в Шотландию, короче говоря, на гастроли, и там в каком-то замке, там, в каком-то шотландском, они играли на этих рожках, и вот они играли-играли, на улице играли, а там, ну, вот эти вот поля, там эти, там, забор какой-то, и там коровы какие-то пасли. Пришли? Нет, коровы, они, ну, они, да, они пришли, коровы там, это самое, ну, в общем, давай там жрать, с усилиной силой траву щипать, а потом приходят фермеры, вот эти шотландские, говорят, слушай, говорит, дорогой, дорогой френд, вы бы не могли с нами заключить контракт, потому что вот они неделю играли в этом замке, и неделю коровы слушали звучание Владимирского рожка, и у них поднялись надои, и поэтому они совершенно, вот, совершенно реально, они пришли попросить контракт, потому что, ну, явная коммерческая выгода, да, то есть, когда коровы слушают Владимирский рожок, то у них появляется молоко, да, у них какая-то там, видимо, там, они впадают в медитацию, начинают гармонизировать пространство, как у нас сейчас любят это люди делать, ну, и, видимо, у них за счет этого молоко там, значит, вырастает, нормально жирность поднимается, все, уже готовая сметана, только чпок-чпок оттуда, вот, он говорит, да, и прямо вот нормальная такая сумма, ну, мы, говорит, патриоты, мы, говорит, родину не продали, поехали домой, но человек, он серьезный, поэтому у меня нет, как бы, оснований ему не доверять, это даже где-то в интернете, по-моему, есть, рассказывал нам это на фестивале гусли мира в Суздале, замечательный город, это замечательный был фестиваль, три года я туда ездил, ух, какая там была красота, сколько там было прекрасных, замечательных гуслиров, вот, ну, ладно, вернемся к нашей лобобойке, я человек хитрый, вообще, на балалайке принято играть тремоло, вот так вот, но я не умею, поэтому я играю тремоло по гитарным, Ну, тоже неплохо, да, можно слушать, да. Ходят кони над рекой, ищут кони водопою, К речке не идут, боля на берег круг, Ни ложбиночки пологой, Ни тропиночки убогой, Ах, как же коням быть, кони хочуть пить, Ай, прыгну, конь буланой, Центой кручи, окаянной, Ах, синяя река Больно глубока Вот такая песенка из фильма «Бумбараш» исполнял Валерий Голотухин. Песня ненародная, сразу предупреждаю. Вот, это авторская песня. Ну, а сейчас, так, сейчас слова найду только, А то я слов вообще не помню, поэтому Хожу всю дорогу с шпагалками. Спою другую песню, это песня традиционная, Русская, народная традиция, По-моему, село Северное, если мне память не изменяет. Называется она «Как споманывал парень девчонку». Как споманывал парень девчонку. Девчонку, это руководство для парней. Так что, девчонки, вы на всякий случай. Если что, не обижайтесь. Как споманывал парень девчонку. Свою сторону пожить, ой, лилии, ой, еда, люлии. Свою сторону пожить, как его наши, ой, да, во сторонники. Да, життя весело, хорошо, да, ой, елии, ой, да, люлии. Да, життя весело, хоро, шо, да, да, у нас и горы, да, горы высокие. В горах камушки золотые, ой, елии, да, ой, да, люлии. В горах камушки, ой, да, золотые, в горах камушки, ой, да, золотые, И кутеречки, да, медовые, ой, лилии, ой, да, люлии. И кутыречки да медовые Как кутыречки да ой да медовые Идут кораблики дубовые Ой-ли-ли, ой да люли Идут кораблики дубовые Они полыли да ой да приплывали По широкой доход долине Ой-ли-ли, ой да люли По широкой доход долине Как на этой доходной долине Стоял лазоревый частый кут Ой-ли-ли, ой да люли Стоял лазоревый частый кут Как на этом, этом на кусточку да соло Веюши-ка сидела да Ой-ли-ли, ой да люли Половеюши-ка сидела да Половеюши-ка сидела да Распевала на чок-чок-чок Ой-ли-ли, ой да люли Распевала на чок-чок-чок Ну и в общем это половина такой песни Вторая песня, вторая половина песни там все хорошо Вот И в общем песня о любви Вот такое дело И в этих песнях при каждой честь о простоте В общем скрыто очень много народной мудрости Которая в общем Которая понятна как бы и на первый взгляд Сразу на вскидку Но и там есть еще некие культурные коды Которые нужно нам еще разгадать И вот для того чтобы их разгадать Нужно все-таки помнить свои корни Вспоминать кто мы есть такие Вот Вплоть даже наверное до своего пола Кое-кому надо вспоминать Вот Я уж не говорю о национальности своей О своем роде, о своих родичах И нам вот это все поможет Балалайки, вот эти дудки все И конечно же помогут Я пока балалайку отложу Мой любимый инструмент Это конечно же крыловидные гусли Вот Наконец мы до него плавненько дошли Вот они мои Вот самые первые мои гусли Десятиструнные Сделаны они из кедра Это вот цельная доска Ну как и делаются деревенские гусли По традиции Значит вообще что такое гусли Да? Гусли это Ну это конечно Для многих людей Для фольклористов это древний инструмент Это русский несомненный инструмент Для людей которые фольклором не занимаются Но любят русскую культуру Считают себя русским Это сакральный инструмент Связанный с различными сказками Садко Ну я могу сказать что очень много легенд Вот они пришли к нам из Советского Союза Ну маленькая упала такая девочка Аккуратненько Вот они к нам пришли из Советского Союза В котором несомненно Замечательные были мультики и сказки Но вот эти вот образы Некоторые такие штампы Были навеяны То есть образ Садкова С этими гуслями Зармогласными Все это очень здорово Но на самом деле В общем этнографы такого не усматривают По большому счету Да А в гуслях какой у вас играл И в одном Гусли А в каком хочешь Как настроишь так и будут играть Вот Значит этнографы Начали заниматься гуслями в России Где-то Ну наверное более активно Все таки уже при советской власти После войны Вот И прям Был обнаружен такой Такой целый пласт гусельный Псковской области Оказалось что почти в каждом дворе Ну по крайней мере во многих Люди делали гусли Вот И даже такой Значит замечательный Этнограф Как Анатолий Михайлович Меснецов Вот Он издал целый сборник гуслей Вот они прям Ездили по Псковской По Псковской области Вот И по Новгородской Новгородской оказалось меньше А Псковской оказалось больше всего Собирали вот эти гусли Покупали их там Ну различными способами Там как-то Ну и разбирали их И вот прям в разрезе Выставляли как они сделаны И сейчас многие мастера Которые делают гусли Они Те кто хотят делать именно гусли Аутентично настоящие Они этой книгой Очень успешно пользуются То есть это гусли из разных деревень Вот Разного вида Почему они разного вида были Ну потому что это была деревня Это были простые христианские люди Привыкши к труду И Желающие чего-то прекрасного В своей жизни Поэтому В принципе Даже была такая некая традиция Там парень Ну определенного возраста Достигал Выбирал себе доску Такую поширшую И потолще Вот Брал самесочку в руки И начинал ее Долбить Дощечку Выдолбливал Такое некое корыца Вот Потом Рубаночком Значит каким-нибудь Состругивал Деку Такую тоненькую Дощечку Ну и подклеивал ее Или прибивал на гвоздики Просто снизу Либо сверху То есть вот Вот здесь вот цельная доска А низ К нему приклеена Нижняя дощечка Вот эта она Отдельная Клеена А вот это все И то что внутри пола Это цельная Цельные доски Ну вот эти еще щечки Вот эти приклеенные Ушицы Вот И вот они делали себе Такие гусли Там Либо сами настраивали Там если что-нибудь Соображали Или там Везли кому-нибудь Какому-нибудь Настройщику Там одному Может на пять деревень Кто У кого слух был Он нам настраивал Эти гусли И все И они Начинали на них играть Играли незамысловатые вещи Довольно Такие простые Вот если послушать Энографические записи Слушаешь Конечно Это наша традиция Да Это светлая память Этим добрым людям Но зачастую Гусли В общем Не очень настроены Очень старые Конечно Уже им там Помного десятков лет Самые простые Найгрыши Какие-то Вот как правило Это было под пляску Под частушки Может какие-то Припевали Вот там Или какие-то Обрядовые Вот Но Такого чтобы пели Какие-то былины Как вот говорят Сидели такие Седовласые старцы Там И вот так вот Делали руками Вот И при этом Там Бахом огромным Там завывали былины Такого не было Этнографы Этого не усматривают Пели песни Значит Христианские священники Они запрещают Гусли народу При этом сами Использовали Для исполнения духовных стихов Даже было Была придумана Такая форма гуслей Такая Трапециевидная Они так и называются Трапециевидные гусли Или назывались По церковному Псалтизу И под них пели Прекрасные духовные стихи Как и старообрядцы Пели И значит Уже Ну Никонианского толка Священники Христианские Пели Все это Вот Ну Ну В общем Вот такие гусли Они называются Крыловидные И это Русские Крестьянские гусли Аутентичные Те которые Делают в деревнях Гусли Большие Шлемовидные То есть На которых Много струн Которые полукруглые Они В общем Больше такого Марийского Удмуртского Такого Эпоса Вот они Как-то им Больше принадлежат Школа игры Щепковая Как-то вот Оттуда Больше идет И в общем Вот Вот это Оттуда Да То есть У нас У русских Людей Вот были Гусли Вот такие Такой Более простой Техникой игры Вот Гусли Также Присутствуют В соседних Народах У прибалцев У карелов У финнов Называется Коклис Кокли Там еще Как-то Я не помню Кантели Вот Практически Все то же Самое Как и здесь Ну Немножко Отличаются Подклюков Вот таких Они не делают Ну И на наших Гуслих Тоже У кого-то Есть Вот эта Тоненькая Дощечка У кого-то Нет Она В основном Служит Для того Чтобы Рука Удобно Лежала Никакой Особой Какой-то Звуковой Нагрузки Она не несет Школа игры Тоже Немножко Отличалась Значит Например Вот Ну Это у нас Как лекция Да Поэтому Можете поспать Если кому-то Скучно Вот Я потом Попою А сейчас Я пока Хочу До вас Донести Некие Все таки Как бы Гусельные Вот эти Вот такие Вещи Которые Ну Нужно Знать Это Не Очень Много Все Значит На гуслях Играть Достаточно Просто Вот Основное Положение Пальцев Это Пальцы Пальцы Значит Через Струну Это Такая Основная Позиция В принципе В любом Строе Если вам Дадут Руки Подобного Вида Любые Гусли Вы Поставите Пальцы Через Струну В любом Месте Можно Снизу Можно Сверху Можно Посредине Если Много Струн У вас Все равно Получится Какой-то Аккорд Любой Либо Поймете Что за Аккорд Либо Просто Услышите Что это Красиво Можете Переставить Не особо Мудрство В другое Место И получите Еще один Аккорд Здесь мы Имеем Один Аккорд Переставили Пальцы Повыше Другой Дальше Мне особо Некуда Переставить Поэтому Я уже Буду Ситрить Что-нибудь Так вот Техника Традиционная Русская У нее Было Несколько Отличий Это Достаточно Важно Понимать Чтобы Если Вы хотите Знать Что-то Об игре На крыловидных Именно Гуслях Вот Первая Была Манера Значит Такая Пальцы Между Струн Ставили Вот У нас Допустим Есть Два Аккорда Они Абсолютно Одинаковые Только Они Одни Внизу Другие Вверху И Надо Было Вот Так Делать Просто Ловить Струны Русские Люди Они Люди Очень Такие Практичные Экономные Как Я Потом Свою Мысль Одну Выскажу Которая Приходит В голову Они Придумали Не Поднимать Пальцы А просто Опускать Их Вниз И Играть Вот Так Просто Уперлись Вниз Уперлись Вверх Уперлись Вверх Поэтому Пальцы Между Струн Это Первое Отличие Русской Традиционной Игры От Других Техник Других Народов Значит Ну И Потом Были Незначительные Значит Играли В основном Вот Так Гусли Стояли Либо На коленях Либо На веревочке То есть Находились В таком Положении Когда Гусли Лежали На коленях Это Считалось Прибалтийской Манерой Игры Прибалтий Карелы Финны Играли Как правило Гусли Лежали У них На коленях Либо Даже Лежали На столе Стол Служил Как Резонатор Он Усиливал Звучание Гусли И У них Вот Такой Был Прием Прибалтов У Карелов У Финнов Который Называется Подцеп То есть Вот Мы Просто Играем Аккорд А вот Мы Играем Аккорд С подцепом Такой Ну Хороший Красивый Прием Я Был У сына Алексея У сына Анатолия Мехницова Алексея Он Замечательный Гусляр Фольклорист И сам Носитель Вот Нашей Культуры Я говорю Слушай Ну а Если Будет Русский Кто-то Сыграл Подцеп Это Уже Считалось Русской Традицией Ну Да Я говорю Ну То есть Вы Игры Вот Сколько Вы Изучали И Совершенно Другая Манера Игры Щипковая Техника К нам Вот Недавно Совершенно Приезжал Замечательный Виртуоз Мой Друг Ольга Глазова Гусляр Играет На Больших Гуслях Ну Там Струн 30 Я Что-то Забыл Все Время Считаю И Забываю Вот То есть Это Щипковая Техника Это Техника Академическая Уже Такая Очень Сложная Но Это Практически Это Нельзя Назвать Традиционной Манерой Ну И Нельзя Назвать Какой-то Другой Манерой В общем Это Какая-то Моя Личная Манера Какая-то Такая Вот Ну Я Вот Как Играю Так Играю Вроде Стараюсь Как-то И то Использовать И то Разные Приемы Ну Вот Так Слышу Так Понимаю Так Вроде Играю Ну Я Сейчас Спою Одну Песню Эта Песня Ненародная Она О Руси Вот Такая Очень красивая Нравится Мне Она Называется Ой-то Чистая Заря Ой-то Чистая Заря Ярослава Над родной Землей Зайди Светлой Меры Слава Яросвет Ярослава Вы любви Великой Тайна Яросвет Ярослава Чистый Дух Святой Руси Ты Земля Моя Сияет Сияет Чистотой Светом Чтоб Рассвел Наш Милый Край Стал Весен Свет Светом Яросвет Ярослава Вы любви Великой Тайна Яросвет Ярослава Чистый Дух Святой Руси Чистый Дух Святой Руси Чистый Дух Святой Руси Вот такая песня. Следующая песня, она народная, но она даже вдвойне народная, наверное. Я услышал ее у Сергея Парамонова, очень замечательный такой известный фазарист, мастер гусли, ну он мастер вообще всего, много он очень знает, играет на всем. И вот у них такая была группа Китиш, которая исполняла русские народные традиционные песни. И вот эта песня называется Гулидовка, и она состоит из двух, вообще любая традиционная русская народная песня. Сейчас у нас очень легко обмануться. Нам зачастую преподносят какие-то песни, называя их народными, которые не являются народными. Более того, если вы только, вот если вам скажут, вот сейчас прозвучит песня, которая является исконной, древней, русской, придуманной там каким-нибудь там Серафимом Саровским, то это совершенно точно, абсолютная ложь. То есть вы можете этому не верить совершенно и человеку об этом прямо сказать. Есть, например, такой Любослав Субботин, хороший гусляр, замечательный такой, ну такой представительный человек, вот, дай ему Богу здравия всяческого. Но я просто не могу молчать, прошу прощения. Он исполняет много песен, вот в эту песню «Чистая заря» в том числе, играет он хорошо, я услышал, он был одним из вдохновителей в свое время того, что я взял в руки гусли. Но недавно я у него услышал песню, которую он заявил, как песня, которую сочинил якобы Серафим Саровский. Я говорю, я ее послушал, но совершенно современная песня, абсолютно там какие-то современные слова. Я ему пишу, я говорю, Александр, вот при всем уважении к вам, пожалуйста, с чего вы взяли, что это песня Серафима Саровского, это абсолютно современная, обычная песня. Ну, явно это слышно все. По-моему, называется что-то, то ли покрою ладошкой землю свою, что-то такое. Он где-то сутки думал, потом выдал мне ответ. Ну, ты знаешь, одна женщина, ну, ВКонтакте он мне написал ответ, одна женщина сказала, что ей об этом сказала одна ее знакомая, которой приснилась ее бабушка, которой явился когда-то Серафим Саровский, в общем, он ей напел эту песню. Она ее заполняла, короче говоря, они как-то вот это все передали ему, и вот он ее теперь поет. Я говорю, Александр, ну, блин, ну это, ладно, это очень смешно, конечно. Не, ну, по крайней мере, вы хотя бы предысторию-то эту рассказываете людям. То есть вы не говорите, что это песня-то Серафим Саровская, а вы так и говорите, что какая-то женщина где-то там, когда-то, что-то кому-то приснилось, и вот так получил. Ладно, ну, зачем это вот, людей-то обманывать? У нас и так сейчас народ бедный уже не знает, кому верить и куда кидаться. Вот, поэтому, значит, конечно, если услышите нечто подобное, это, конечно, не традиция ни в коем случае. Настоящая русская традиция, это вещь такая очень серьезная. Вот, по крайней мере, у традиционной песни, у нее, как правило, должна быть какая-то географическая привязка. То есть она должна быть из какого-то региона. Это как минимум, просто, допустим, песня Новосибирской области, Каштовского района, там, село Козловка, да. То есть понятно, что там ее нашли, этнографа эту песню, и вот сейчас ее человек исполняет. Вот, это обязательно, да. И тогда можно понять, где настоящая народная песня, где русская традиция. А где вот песни вот эти придуманные, да, они красивые, вот как «Чистая заря», например. Она меня очень трогает, она песня о нашей Руси, о нашей земле, я это, люблю эти темы. Но это, конечно, песня ненародная и совершенно неисконная никакая. Это просто придуманная авторами, ну, люди написали, вот и все. Но они-то могут сказать, что это действительно очень древнее, там, откуда-то она пришла, и кто-то там кому-то приснился. Вот, поэтому сейчас я спою песню, которая называется «Гулидовка». Это свадебная песня, музыка Белгородской области, очень известного села Афанасьевка. А слова из села Козловка Каштовского района Новосибирской области. И вот они как-то придумали такую песню, вот, «Гулидовка». Вот эту вот. То есть она вроде как фольклорная, но и из двух частей. Не лятай, мой соловей, да мимо горницы моей. Ой, лёли, лёли, да мимо горницы моей. Ты лятай, да спой лятай, да где мне кую стикни, милый, да соловей гнездо не видел. Ой, лёли, лёли, соловей гнездо не видел, соловей гнездо не видел, да парень девку да не любил. Ой, лёли, лёли, парень девку да не любил. Да, ой, да парень девку да не любил, да колечушков не дарил. Ой, лёли, лёли, колечушков не дарил. Колечушка, сердечушка, твой золотный перстенёк. Ой, лёли, лёли, твой золотный перстенёк. Твой золотный перстенёк, да привдали милой живёт. Ой, лёли, лёли, превдали милой живёт. Привдали долинушки, да твоя матушка, да вам о хве. Ой, лёли, лёли, да матушка, да вам о хве. Во матушке, во Москве, да пановой в огорнице. Ой, лёли, лёли, да вановой вагурнице, Вановой вагурнице, да во светлой в осветлице. Ой, лёли, лёли, во светлой в осветлице. Сидит девка правая, да мои ленталы я. Ой, лёли, лёли, да мои ленталы я. А другая голуба, да ранее слова куда? Ой, лёли, лёли, про неё слава куда? Не лятай, мой соловей, да мимо гордисы моёй. Вот такая вот песня. И ещё хочу сказать, что в дополнение, что то, что я вот сейчас исполнял на гуслях, это, конечно, нельзя считать никаким аутентичным исполнением. И вообще любой человек, который будет петь какую-то песню вам на гуслях, это исполнение, конечно, ненародное, народ не пел песни под гуслях. Это авторское видение, то есть это просто соединение инструмента и понимание голоса. Ну, я ещё попою, если кто-то устал, может идти по дальнейшим экспозициям, а может кто-то остаться здесь. Я хотел, планировал провести, например, мастер-класс по таким вот, по игре на таких вот дудочках. Если кому-то интересно, поднимите руки, и мы прям можем несколько человек сразу обучить. Замечательно, давайте тогда я ещё пару песен-то спою, и потом уже как-то люди пойдут по своим делам. Можно на палочки поставить? А? Можно на палочки поставить? Ну, возьми, посмотри, конечно. Так. Я за видочкой игру, да чего же я люблю? Когда буду помирать, буду за видочку играть. Ой, кто за видочку играет, тот красиво не живёт, Он и грамушку покупает, а корову продаёт. Ой, моя милая, дудяша, посидим под грушейю, Ты за видочку пропой, а я тебя послушаю. Ой, ты скажи, кому кричала, я слышал твой голосок. Ой, да хорошо траву косить, которая зелёная, Хорошо девоку любить, которая весёлая, Ой, не носите девки бусы, бусы тоже не краса, Не за бусы парни любят, а за весёлые глаза. Дай бы, Линочка моя, уедешь ты, худею я, От любви от такой худеемы оба с тобой. Милка глянете, улыбнётся, словно солнышко взойдёт, Сердцу ласково прижмёт, всё сразу горьёт, уйдёт. Ну пусть тут нас перебиваете, мол, неправильно поём, Ну и пусть перебиваете, мы другую запоём. Ой, мы другую запоём. Совсем сейчас другую песню мы поём. Это была завидочка, кисушки, завидовские страдания называемые. Эту песню вы, наверное, слышали. Я вообще не поклонник этого автора, честно говоря. Причём это автор моей молодости, это Виктор Цой. Я его никогда не понимал, могу сказать, при всём уважении. Но вот эту песню я пою, я её начал петь. Вообще, Цоя вещь под гусли подбирается элементарно, любая песня. Вот. Я её начал петь, вот в исполнении Полины Гагариной, когда услышал, в битве за Севастополь, как-то там она красиво прозвучала. Правда, там у них целая была Санта-Барбара, она её, оказывается, спёрла вместе с Меладзой у Ольги Кормухина. Причём один в один вообще аранжировку полностью. Ну, спела здорово, вот, и как-то я её услышал, и вот думаю, прийти подобрать, что ли, и вот что получилось. Песня ещё не дописанных. Санта-Барбара, скажи, Кукушка, Пробой. В городе мне жить или на выселках камнем лежать или гореть звездой. Солнце моё, взгляни на меня, Моя ладонь превратилась в кулак. Солнце моё, взгляни на меня, И если есть город, да и огня. Вот так. Всё пройдёт по следу одинокому, Сильные и смелые голову сложили в поле. В бою Мало кто остался в светлой памяти, Треслое в суме, да твёрдой рукой в краю, В краю. Солнце моё, взгляни на меня, Моя ладонь превратилась в кулак, И если есть город, да и огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты теперь, В ласковый рассвет встречаешь? Ответ. После. После. Хорошо с тобой, да плохо без себя, Голову до плечи терпеливые. После. После. Солнце моё, взгляни на меня, Моя ладонь превратилась в зума И не глядеть в город, дай огня Вот так Ну вот так Сейчас кукушку поют все подряд под гусли Но я ее где-то году в 15-м исполнил на одном фестивале И вот как-то, по-моему, раньше не пели Так, ну немножко отдохнуть Гусли вообще очень чувствительны Здесь так жарковато, а когда народ еще и влажновато становится Ну что, кто хочет поучиться на дудочках Кто хочет попить, приходите минут через 15, еще попоем Вот Тогда присаживайтесь вот здесь На тех стульях Так, берите под удочки Так, есть спирт, чтобы обработать Ну, в принципе, они неигранные еще, они новые Одинаковые Да, они одинаковые совершенно Они все, кстати, продаются Так, просто между нами, да На всякий случай, да Берите Так, еще есть три штуки Кто? Так, берите Да, так, еще парочка человек Кто желающий? А? Две тысячи Дудка стоит одна две тысячи Это работают этих мастеров Таёжной Артели, Красноярский край Это не мои Так, ну что, давайте так Кто может садиться, садитесь Кто может Остальные вставайте встроим И я буду показывать, что делать Делаем только все по моей команде Сейчас мы с вами должны заиграть Вот, очень простую мелодию Вы мне будете играть А я буду что-нибудь там Поэтому вставайте Так, чтобы все меня видели и слышали Значит, смотрите Большим пальцем зажимаем Отверстие внизу Большим пальцем левой руки Левой руки Подняли левую руку Зажимаем отверстие Внизу Очень плотно Каждое отверстие должно быть зажато Очень плотно То есть, прям вдавливаем Значит, теперь, значит, дальше Левая рука Три пальца Зажимаем указательным Большим и безымянным Первые три дырочки Ближние к вам Зажимаем Правой рукой Зажимаем остальные четыре дырочки То есть, мизинцем закрываем Зажимаем ту, которая вот Немножко в стороне Вот, значит, смотрите внимательно Чтобы все дырочки были Очень плотно зажаты Если где-то пройдет воздух Звука не получится Это, кажется, очень трудно Но минут через пять Это все проходит То есть, уже понимаешь как Значит, смотрите Сейчас должен получиться У вас вот такой звук Сразу не дуем Я, пока я не говорю Кому-то дуть Иначе у нас получится Какофония Поэтому мы пойдем Вот по солнышку По солнышку, значит Каждый будет пробовать Сделать этот звук Значит, вот такой вот звук Послушайте его Это нота до Значит, дуем как? Дуем не сильно Как бы вот так вот То есть, берем и так делаем Ну, вот так вот С таким усилем Глубоко его не засовываем Не надо У меня внучка обычно берет До половины Просто вот Легонько губами Тухими Вот Давайте, девушка Вы первая Отлично Да Ну-ка Подуйте Отлично Великолепно Так Нет Лучше зажимай Где-то у тебя там Дырочка О-о-о-о Умница О-о-о Великолепно Так Нет Лучше зажимай Где-то у тебя там Что-то где-то непорядок Лучше прям Зажимай прям Все Чтобы не было дырочки Вообще нигде Все дырки были Давай-давай Попробую Ничего-ничего Страшного Это вот Это я удивился Что у троих Сразу получилось Обычно У людей Сразу не получается Но где-то минуту Через две Получается Давай-давай Попробуй Нет Пробуй-пробуй Давай Все очень просто Просто нажимаешь Ну-ка Давай-давай Тихо-тихо Не волнуйся Все хорошо Сейчас все получится Аккуратно Аккуратно Прям все Даже можешь Вот так вот Даже поставить Не обязательно Прям это А вот Прямо Не У тебя Вон уже Палец вскочил Я уже вижу Может быть Тебе еще Большевато Что-ли Ну нет Прям очень Внимательно Давай Ну-ка Попробуй Тогда без Этого пальца Вот Вот так Вот такой Звук Попробуй Убери Мизинец Подними Мизинец Чтоб тебе было Проще У тебя Вон уже Сразу Дырки Видно Так Давай Все Попробуй Дудь Нет Вот Вот нота Не Ну ладно Хорошо Давай пока Обождем Нет Плотнее Где-то Дырочка Где-то Палец Не плотно Зажал Отверсти Нет 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 Где-то Дырочка Нет 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 Сильно Не надо Дуть Прям Прям Четко Прям Посмотрите Кто-нибудь Может Соседи Где Где Открыто Нет 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 Ну Почти Ну Где-то Нет Все равно Где-то Где-то У вас Так Так Ладно Давайте Обождем Сейчас Следующий О Отлично Да Так Давай Ну Разговор Унимаю О Отлично Так Давай Так Ясно Молодцы Значит Давайте Вы сейчас Просто Посмотрим Да Ну Давайте Еще Буквально Минутку С вами Попробуем Давай Ты Тихо Ну-ка Нет Все Очень Просто Вот Просто Ну Хорошо Вот У тебя Видно Вот У тебя Вот На крайней Дырочке У тебя Видно Что там Щель Видно Посмотри У него Попробуй Зажми Хорошенько Прям Вот Ага Если Кто-то Захочет Подуть На другой Дудочке Есть Спирт У фалфетки Можно Чуть Чуть Обработать Прям Ну Ковидные Все Дела Поэтому Если Кто-то Я Не Боюсь Вы Пока Закрепляйте Результат У кого Получилось Просто Пока До Поиграйте Вот До Ну И Вы Тоже Пробуйте Тоже Попробуйте Ну Почему То Не Получаю Ну Бывает Такое Ничего Это Минут Пять Вот А Ну Тихо 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 Так Кроме Мальчика Все Тихо Ну Давай Нет Немножко Что-то Не Таю Прям Ну Ладно Ничего Попробуйте Тоже Попробуйте Тоже Без Мизинца Мизинец Подумите Ну Вот Почему Тихо Ну Тихо Ну Тоже Почему Тихо Ну Ладно Значит Мы Я Я хочу Добиться Чего Ладно Кого Не Получилось Ничего Страшного Это Буквально Пять Минут Обычно Индивидуально Давайте Мы С Вами Сейчас Попробуем Значит Теперь Мы С Вами Вот Научились Делать Звук До Вот Первую Ноту До И Соответственно Значит Чтобы Нам Сыграть Дальше Просто Гамму Тихо Когда Я Говорю Никто Не Играет Когда Я Говорю Играть Туда Играет Все А так Иначе Мы Ничего Не Поймем Смотрите Что Мы Делаем Внимательно Только Смотрите На Меня Вот Сейчас Мы Будем Поднимать Просто Пальцы Каждый Палец По Очереди И Так До Самого Верха И Вот И Мы Сейчас Услышим Вот Что Давайте Гамму Тихо Вы Наверное Играли Раньше Да Ну Понятно Я Тоже Так Делал Один Раз На Гусах Тоже Учился Играть Давай Давай Солнышко Ну Я Попробуй Давай Первый Звук До Так Аккуратненько Смотри Смотри Внимательно Набрала Воздух И Все И пошла Потихонечку Давай У тебя До У тебя Получилось Хорошо Сразу Давай А Так У тебя Погоди У тебя Что-то Неправильно Руки Расположены Левая Ручка Наверху А правая Внизу Тогда тебе Удобнее Будет У тебя Дырочка Специально Видишь Она Правая Ручка У тебя Сплонена Крайняя Дырочка Видишь О Ага Нет Мизинец Левые руки Подыми Руки Или Правую руку Сдвинь туда Или тебе Удобнее Так Ты правша Или левша Ты правой Рукой Пишешь Или левый Правой А левый Пишешь Левый Ну попробуй тогда Как тебе Удобнее Ладно Тогда я не знаю Давай Попробуй Давай Нет Не получится Ладно Давайте дальше Ну вот Всех Перепугал В общем Ладно Не будем Затягивать Тогда мы Сделаем Вот что Ребята Все Кто учили Смотрите Да Ну я понял А да Отлично Все Замечательно Так Тоже Сыграть На гамму А ну вот Все Заиграли Девочки Сыграйте Гамму Туда Так Раз Дело Пошло О Прекрасно Верколепно Я смотрю Тут половина Дудочников А я Кому Учусь Поди У всех Корки Консерватор Смотрите Сейчас Мы будем Играть Вот Вы будете Играть Вот Такую Вещь Просто Две Ноты До Ре До Ре Повторяйте Играйте 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 Не останавливайтесь Только в одном ритме А А А А А Играем Дальше Кто может Круче Играйте Круче А я Возьму Гусли Вы Конечно Можете Что-то Играть Играйте Играйте Кто-то Андрюшка Что-ли Играл Повеселее Давайте Что-нибудь Играйте А А А А А А До Ре До До Ре До До Ре До Ре Играйте Ну Ребят В общем Все очень просто И Я говорю Что Я думаю Что Кто-то Может даже Удивился Что он На чем-то Умеет Играть Люди Часто Удивляют Я вообще Никогда Не подумал Ну-ка Давай Как бы Я такую Ну Как сказать Придумал Что-ли В интернете Сначала Школа Гусли Новосибирск Меня Можно найти Вконтакте Или В Ютубе Школа Гусли Новосибирск Дмитрий Татаринцев Вот И Да Я провожу Индивидуальные Занятия Ну За деньги Либо Бесплатно Ну Сейчас Пока летом Не проводим Потом Осень Это В одном Городе Ну В одном Месте В городе На Путевой 5 Там Славянская Путевая 5 Ну Это Все Можно Вконтакте Найти Школа Гусли Новосибирск Это Левый Берег Да Там Безоплатные Занятия Групповые Давайте Да 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 Мне бы Понять Еще Кто Где Начинает Давайте Тихо Давайте Начинаем Приготовьтесь И Начинаем Играть Я сейчас Начну И вы Вместе Со мной Давайте Я начинаю Задаю Ритм А вы За мной Повторяйте Играем Повторяйте КОНЕЦ Ну вот, в общем, вот такую форму сегодня построили с вами. Вот, молодцы. Поздравляю, научились играть на дудочках. Так что, вот такое дело, ну, вкладывайте сюда их, или кто хочет там купить, смотрите, как хотят. Так что, вот такое дело, а? Две тысячи. Спасибо. Благодарствуем вас, мифти-поклоны. Благодарствуем вас, мифти-поклоны. Велика клёночка. На нём брюки-галифе, серая шапчёночка. Тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Голосочек репловато Ой, дуся, ой, Маруся, не буду пудреза вивать Ой, дуся, ой, Маруся, не буду пудреза вивать Без любого! Такие вот терпкие тискушки Тискушки терпких казаков Так, еще какую-нибудь спеть песенку Ну вот, например, кроме народных я люблю всякие песни Вот есть такая группа, например, Аура мира Вот, люблю я их песни, не могу Такие мелодичные, красивые И темы очень интересные Вот, сейчас найду одну песенку Будешь снимать, Саша, если хочешь, давай Саша просто учится играть И это, вот, попросил эту песню Он просто снимает, как я играю, а потом повторяет Отпускаю по реке венок Плыви, плыви Плыви Мед лазоний и нежный лепесток Живи, живи То, что мне в жизни надо Музыка ветра Музыка дождя То, что мне в жизни надо Капельку 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 Тебя Сады жизни Письма на песке Читай Волна Душа летает с ветром вдалеке Тобой полна То, что мне в жизни надо Музыка ветра, музыка дождя То, что мне в жизни надо Капельку тебя Все, что есть, я тебе отдам Ладонь, ладонь Отвечает дом наш светлый храм Огонь, огонь То, что мне в жизни надо Музыка ветра, музыка дождя То, что мне в жизни надо Капельку тебя О, я горь, я, у я горь Парень его고 следа iiral Утешал парень и девицу Утишалом до зариба Рано-рано-рано до зариба Утишалом аукнуло У милого да на коленях Рано-рано-рано до коленях Рано-рано-рано до коленях Стань девушка, стань Настюшка Стань белая лебедушка Рано-рано-рано лебедушка Вон она едет твой батюшка У его я, у его я На коленях Рано-рано-рано до коленях Народная песня, которую сейчас в это время как раз поют на Красной Горке. Тут еще недавно одну песенку такую, очень понравилась мне, сейчас попробую перед вами их исполнить, ее исполнить, люблю такие эксперименты делать, над людьми поиздеваться. Светлой рощей образы богов над рекою, земляненько спелое с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще, мальчишка, лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвалу, где добро и правда белый свет берегут. Бедовые медали за Берлин, и за Прагу, и весенний праздничный салют. Бабушкины сказки про любовь и в метод. Бабушкины сказки про любовь и отвалу, где добро и правда белый свет берегут. Это все мое родное, это где-то в глубине Это самое святое, что пребудет во мне Это нас хранит и лечит, словно Божья благодать Это то, что не убить и не отнять Это то, что не убить и не отнять Время равнодушное пройдет по круге Вычеркнув разные для меня адреса Мы познаем прибыль и расчет Но друг в друге перестанем видеть небеса И когда мне станет тяжело Я снова скажу себе Все времена назло Это все мое родное Это где-то в глубине Это самое святое, что осталось во мне Это нас хранит и лечит, словно Божья благодать Это то, что не убить и не отнять Это то, что не убить и не отнять Песня Трофима вот такая вот пришла на ум Красивая, как они ее, конечно, поют Это вообще прям, да? Чудесно А тут еще вот такая песенка была Попалась мне Как-то услышал в контакте Я просто обалдел, когда я узнал Понял, что это, ну, что звучит Вот Играет человек на гармошке Абсолютно такой деревенский голос Гармошка такая хриплая И я прислушиваюсь, что-то знакомо Какая-то мелодия Песня Александра Маточкина Александра Маточкина Это очень известный фольклорист На всю Россию Сказитель Значит, ну, такой сказитель старин Именно вот, ну, где он их собирает Ходит где-то То есть он фольклорист Вот Ногров, действительно настоящий ученый Вот, в этом плане И вот он сочиняет такие песни под гармошку Научился недавно Играть на гармошке И вот он играет, как такой деревенский дядька Который привык пахать так это Ну, там, ну, типа меня, короче, такой вот И вот он Но у него получилось очень круто И песенку он сочинил про солнышко Вот И вот ее запел Она мне понравилась Она, правда, коротенькая у него Один куплет был Куплет-припев Я присочинил второй куплет-припев Вот А потом встретился с ним Где-то через полгода В Питере На квартирнике У Дмитрия Гороховского Вот И он меня узнал У меня так узнать довольно легко А он, говорит, я, говорит, тебя видел уже А я спел его вот эту песню Спел на фестивале С гуслях мира Суздали Я говорю, ну, нормально Он, да ничего, пойдет А что, пой, конечно Только ты, говорит, сочинил куплет, говорит Он, говорит, не этнографический Но я-то не ифтограф Я это не разбираюсь Я говорю, а чего там такое Он, говорит, вот Эта информация полезная всем В русской, значит Традиционной поэзии Солнышко могло быть только красным Эпитет только один применялся к нему Красное солнышко Никакое не светлоярое Там не светлоликое Не всякое разное Ну, а я, конечно, там добавил всего И он, говорит Ну, тем не менее, ладно Так и быть Только, говорит, это Ну, поэтому я всем признаюсь Что второй куплет Это моя работа Вот, а первый куплет Это его Вот, а музыка Какого-то мужика Откуда-то из-за границы Вот Солнышко Ты зайди-ка Красное солнышко Просвети на всю сторонушку И обогрей нас солнышко Высоко Над полями, над широким ам Над морями, над глубоким ам Зайди-ка, солнце высоко О, где бы мне взять золотые крылочки Я бы полетел Я бы полетел высоко От небеса поближе к солнышку Разбуди-ка светло-ярое Всех от малого до старого О, разд why Мальчик И дай нам долгкий хлеб О, как бы мне спеть мою песню светлую, Чтобы ей лететь в успоко По небесам навстречу солнышком. Ну вот такая вот шуточка, такая небольшая, вот и у меня сразу открылась тут листочек, но когда инструментов не было, пели частушки под язык, садился кто-нибудь самый языкатый, вот и что-нибудь такое распевал, вот я услышал у Сергея Старостина, такие частушки, и сейчас он спою, только надо подпевать, там припев есть, вот, я начну с припева, припев очень легкий, вы его запомните, а потом будете мне подпевать, ага? Договорились? Ну че так за поездо боялись все-таки? Не-не, нас тут нет, да он легкий припев. Ой, страданье, чтоб ты сдохнулся! Ой, страданье, чтоб ты сдохнулся! Ой, страданье, да от лихого, да нету спасу, да никакого! Ой, страданье, да от лихого, да от лихого! Ох, да чего ж я, да страдал си! А один нос большой и остался! Ой, там с мелочкой я в одной мере, А на поболе, да я помене. Ой, моя милка, да я с нею, А милка пашет, а я сею. Ой, моя милка, да стратанула, Ой, с моста в речку сиганула. Ой, не страдайте, девки, дюжи, Да придёт осень, да, ду-то мужа. Ой, да ги-ги-ги, на ды-ги-ги, на ды-ги-ги, на ды-ги-ги, на ды-ги-ги, на ды-ги-ги, на ды-ги-ги, на ды-ги-ги-ги. У меня у самого язык заплетает. Вот, и в общем так вот Дальше идет, в общем, грустная история Любви и так далее Если честно, я этот припев сам учил долго Так что я вас понимаю Вот такие песни пели Тоже добрые люди Сидели, а что, кого им делать-то вечером Вот Вот они и сидели И блажили Не для меня Придет Весна Не для меня Он разольется И сердце Девичье забьется Восторгом Чуть Не для меня И сердце Девичье забьется Восторгом Чуть Не для меня Не для меня Цветут Сады Девичье забьется Не для меня Не для меня Журчать Ручьи Текут Дево с черными бровями Она Она Растет Растет Не для меня Не для меня Не для меня Не для меня Кують Коня И ветер Гривою играет Он бьет Он бьет Копытом И не знает Дево с черными бьет Дево с черными бьет И слезы Горькие Горькие Прольются Такая жизнь Прождет Меня И слезы Горькие Прольются Такая жизнь Прождет Меня Светлая память Светлая память Погибшим нашим воинам Светлая и вечная память Еще вот одна песенка Из хороших Современных авторов Ну кстати Не для меня Романс Это Тоже авторский Романс Это не народная песня Ну она уже стала народной Приравнялась Но я не помню Автора Какой-то морской офицер Сочинил Все это в интернете Сейчас есть И вообще По поводу многих песен Которые считались народными Сейчас Выясняется Что они В общем Сочинены были Определенными Людьми Песня Виталия и Натальи Сколовых О нашей земле Матушки Красивые В облаках покоя и тишины Дрянешь ты под окон своей луны И в ледне от щеки твоих полян В черных кружевах голубой наряд Надевала буты хрустальных звезд Небо обнимало листвой берег Ливни умывали твое лицо Солнце восходило цветы Бабочки-веснушки к тебе манят Красно лика дева моя земля Красно лика дева моя земля Красно лика девы моя земля Сарафаны лето в оборках крест Вышивки девичьей оберет Рукава в узорах свои луга Каменно и кайною берега Ласточками брови твои летят Алыми цветами луста горят И глаза озера сладкий мед Жаворонкам сердце твое поет Ох, золотые твои поля Ясно лика дева моя земля Ясно лика дева моя земля Ясно лика дева моя земля Васильки в сиреневых облаках Ходит круглоликая наснося Глаз с нее не сводят небеса Манит материнская краса Челковые нити осенних дней Кутка сынки бекры для болей Новые наряды оденешь в край И подаришь небу свой урожай Ты начало жизни и бытия Много лика дева моя земля Много лика дева моя земля Много лика дева моя земля Светла лика дева моя земля Много лика дева моя земля Слава нашей земле, матушке! Слава! Ну, что, наше время уже подошло к концу, так что благодарю всех добрых людей за внимание. Очень замечательно было перед такими смешными людьми. Неский вам поклон, благодарствие, ура! Ура!